Девушки отдыхают Эти люди ждут уже несколько суток. У каждого из них своя беда. Кто-то потерял близкого человека, кто-то серьезно болен, кто-то не хочет или не может больше жить. Они приехали сюда, чтобы встретиться с монахом-затворником. Отец Власи в народе считается святым. Люди верят, он может им помочь. С первого дня мы почувствовали, как он видит не только нашу жизнь, не только нас. И предков наших увидел. Я верю, что все, что он скажет, это все конкретизировано каждому личности, которая к нему заходит. Принято считать, что святые жили когда-то очень давно. Для нас это почти мифические персонажи. На самом деле, прежде чем их признали святыми, это были обычные земные люди. Многие из них жили рядом с нами совсем недавно. Быть может, те, кого в будущем будут почитать как святых и сегодня среди нас. Мария приехала в монастырь с маленьким сыном. У него редкое и тяжелое заболевание. Две дочки Марии одна за другой умерли. Одна в пять, другая в шесть месяцев. После этого она родила еще одного ребенка в надежде, что он будет здоровым. Но врачи, как и прежде, поставили неутешительный диагноз. Есть только один шанс из тысячи, что ребенок преодолеет болезнь. Веря в этот шанс, Мария из Владивостока и приехала в монастырь к отцу Власию. Как и всех, нас привела сюда скорбь, тяжелое заболевание сына. В возрасте сейчас Сереженьке годик. Вот недавно исполнился, боже милостью. В возрасте четырех месяцев делали пересадку костного мозга от папы. Сначала все было благополучно, потом, в общем, не очень, до такого степени, что решили сделать вторую пересадку. Но когда думали о второй пересадке, сделали контрольное исследование, и получилось, что, в общем-то, ну, чуть чудо. Просто врачи до сих пор это расценивают как чудо. Они не понимают, откуда, что и как. Мария уверена, что старец ей поможет. Она приезжает в монастырь уже во второй раз. В первый раз с маленького Сережи в монашеской келье сняли стерильную повязку. До этого без повязки ребенок обходиться не мог. Он дал указания, рекомендации, что нам нужно еще сделать. Мы надеемся, что все будет хорошо. Постараемся все выполнить, как я сказал. К монаху Власию едут со всей России. Считается, что старец излечивает даже безнадежно больных. Сюда приезжают те, кому уже не может помочь медицина. Для них встреча с отцом Власием – последний шанс. Власий – схемонах. Это означает, что он выполняет самые суровые монашеские обеты. Всю неделю во время приема паломников отец Власий не принимает пищу, не выходит из кельи и ни с кем, кроме них, не разговаривает. Не стал он говорить и со съемочной группой. Мы дочь похоронили первую. И у моей жены, у матери умерла первая девочка, и ее бабушки тоже умерла первая девочка. И вот такие вот вопросы, что это в дальнейшем, что это родовое проклятие, или что это сглаз какой-то, я не знаю. Тут, понимаете, только я верю этому старцу. Я верю, да. Безукоризненно верю. Отец Власи – один из современных старцев России. Уже сейчас о нем слагают легенды. Студент медицинского института в советские времена он вынужден был скрывать свою веру. Любимая девушка донесла на него в ректорат. Из-за травли студент ушел из института и постригся в монахи. Отцу Власию не раз предлагали стать игуменом монастыря, но он отказывался. Несколько лет назад Власий узнал, что у него тяжелое заболевание – рак. Тогда он уехал на Афон. В Афонском монастыре стал затворником. Прошел самые тяжелые монашеские испытания. Вскоре выяснилось, что болезнь отступила. После этого монах стал помогать людям. Паломники верят, после многих лет затворничества у отца Власия открылся особый дар. Не знаю, как после, а во время общения, конечно, очень удивляет, что спрашиваешь у человека то, что кроме Бога, грубо говоря, никто знать не может. И он и дает ответ. То есть ясно, что архимандрит Власия имеет напрямую контакт с Богом, и Господь ему открывает то, что мы спрашиваем. В православии святыми считают людей, которые вели праведный образ жизни. Им приписывают благочестие, праведность, богоугодность. Они выступают посредниками между Богом и человеком и наделены особой мистической силой, способной творить чудеса. По правилам, святыми признают только после смерти. Старцы в церковной иерархии – это неформальный, но самый высокий статус. В народе их считают святыми еще при жизни. Самые известные старцы 20 века. Иоанн Крестьянкин – монах Псково-Печерского монастыря. Отец Ильи – духовник свято-введенской оптиной пустыни. Николай Гурьянов – старец острова Залито-Псковской области. Он послужил прототипом монаха из нашумевшего фильма «Остров» режиссера Павла Лунгина. Мы пытались сделать фильм о вере православной, конечно, в первую очередь. И показать, что это довольно обычная вещь, что это обычная жизнь. И что там есть и свои поты, и труды, но есть и своя радость такая, которую не купишь никаким невином, ни кайфами, ничем. Старчество – это особая традиция русского православия, восточного православия. Старец совсем не обязательно должен быть священником. Это может быть просто монах, не имеющий священного сана. Это человек, обладающий особой харизмой, прежде всего, связанный с правическим даром. Это молитва за тех людей, кого принял сегодня монах. Отец Власий просит Бога помочь и простить каждого. Он молится не только за сегодняшних паломников. У старца есть своя, специальная молитва за всех людей на земле. Благодаря таким, как Старец Власий, может быть, мы еще все и живем. Не было бы их, Господь, может быть, и отвернулся от всех нас за грехи, за наши. Ученые подсчитали, сегодня в мире почитают около 10 тысяч святых в разных религиях и странах. У каждого святого свой культ, свои обряды и своя история канонизации. Но есть одно общее. Святой – это земной человек, такой же, как мы. Но все-таки в чем-то не такой же. Идущий тем же путем, но все-таки выбравший, выбирающий особый путь. В тот момент, когда мы, большинство, этот особый путь не выбрали, побоялись выбрать, не смогли выбрать. Вот святой отличается качеством своей воли. Что то, что нам невозможно, ему, может быть, в какой-то момент его жизни становится возможным. В этой деревне жила святая Матрона Московская. Жила совсем недавно. Она умерла в 1952 году. Вопреки традиционным представлениям о святых, Матрона была обычным человеком. Вот этот домик ее, оставшийся, и рядом еще домик был, это ее усадьба. Где она жила, вот, с самого, как родилась. И жила, пока не переехала. Вначале она переехала в Ракитино. Потом ее отвезли в Москву. Забрали из-за того, что братья были очень против. Они братья были коммунистами, тогда было очень прилично. А сейчас здесь кто живет? А сейчас, ну, чужие люди совсем, посторонние. Слепая, совсем глаз у нее не было, даже прорезов не было. Все так было, закрытое все. А у нее даже прорези до глаз не было. Такая родилась? Угу. Такая родилась. Родилась, а всех по имени знала. И всех знала. Вот, наверное, что такое вот, как, господь еще и такое вот, добавил зрение. Мать-то ее говорила, говорит, я хвачусь, ее нету. Девочка маленькая. А глянь, что она в церкви. Она там с иконочками играет там. В 1881 году в семье Дмитрия и Натальи Никоновых родилась девочка. Малышка была слепой, веки плотно прикрывали глаза. Это был четвертый ребенок в очень бедной семье. Родители хотели отдать девочку в приют, но матери приснился вещий сон, и это изменило судьбу Матроны. Все детство Матрона Никонова провела в углу избы под иконами, играя с ними вместо кукол. В шесть лет у нее открылся необычный дар. Дар предвидения. Мария Носкова, родственница Матроны. Со слов ее матери, из самых далеких деревень к слепой девочке шли за советом. Узнать, выходить ли замуж, продавать ли скот, менять ли работу. Не видела она, говорит, я больше вашего вижу. Мне мир. Я, говорит, открывала глазки, мне, говорит, все было видно. Вся земля, небо, звезды, все. Все мне было видно. Ей Господь все открывал. Анна Никулина – самая старшая в деревне. Она – одна из тех, кто видел Матрону. Анна Ивановна вспоминает, как во время войны Матрона рассказывала женщинам о судьбе их мужей и сыновей. Матери Анны Никулиной она предсказала, что ее сыновья не вернутся с войны. Я с 22-го был по Сталинградам, а там очень был сильный бой. А он был минометчик. И вот два раза его ранило в руку. А на третий раз прислал письмо. Держу я в полевом госпитале. Вот, наверное, забрали в это самое, в плен-то. Вот. Потом мать поехала туда к матрёнушке-то и спросила у неё. Ну, как, ребята мои живы? Она говорит, твои ребята под большим-большим замком. Поминай пока за здравой, потом за упокой. Как и при жизни Матроны, сегодня жители Себина точно так же просят святую. Не начинают ни покос, ни продажу скотины, не помолившись своей святой. Чаще всего к Матроне обращаются, когда случается беда. Вот когда же заболеет, там какая-то, может, скотина, да что, скотина много? Вот всегда всегда просят, там, Господи, матушка, Матрёнушка, помоги, ну, сейчас, если там что-то заболеет, околеет, на что нам тогда жить? Ну, глядишь, вот хозяин, вот он ветврач, он лечит сам там, но всё равно. Сейчас вот, поговорить, попросишь, так, глядишь, там, или коровка, или что-то, вот, встал на другой день. То можно как, просить нужно как, с душой открытой, вот прям, вот действительно просить, ну, не то, что там, помоги нам, там, или всё. Конечно, надо душу так просить, чтобы действительно она могла, может, понять, что боль нашу. Помоги ему, Господи, пути хорошие, моли. Когда запел зять, Анна Ивановна долго просила отвезти его от дурной привычки. Я ходил в церковь, сходил к матрёнышке, и просил её, подойду, поговорю, просила, Господи, матушка, матрёнышка, помоги мне, пожалуйста, а то мне у него эту горькую чашу. И что же, стал его рвать, только поднесёт, стал его рвать. Ребёк, прям, чуть не с кровью, он прям, и зарёк дал сейчас, сейчас он не пьёт, уж, наверное, вот, около воды не пьёт. И вот я хожу сверху, вот её там, её коленку благодарю. Да, помогал. Позже что делал. Восемнадцать лет у Матроны Никоновой отнялись ноги. С тех пор она больше не вставала. Два старших брата, будущий святой, были коммунистами, и присутствуя в доме набожной сестры, их не устраивало. В 1925 году Матрону перевезли в Москву. Вскоре вся столица узнала о слепой подсказательнице. В арбатскую коммуналку к нищей колейке Матроне Никоновой становились в очередь простые люди и генералы. Приходили высокие чины из Кремля. Люди запомнили её сидящей на топчане с миниатюрными, словно детскими, ручками и ножками, пушистыми волосами на прямой пробор и крепко с омкнутыми веками. По слухам, к слепой провидице приходил и сам Сталин спросить о будущем. Ну как, когда уж немцы были у Москвы там близко, ну и вот он, Сталин-то начал там как, ну переживать, что ли. Боялся его там вдруг захвать, что ли, Москву. Ну и вот он поехал к ней. Приехал. Она ему посоветовала никуда не уезжай. Будь на месте. Что Москва сохранится. Матрона Никонова предсказала почти все главные события 20-го века. Революцию, войну с немцами и победу в войне. Матрона видела не только чужие судьбы, но и свою. В 1948 году, когда началась очередная волна репрессий православных священников, Матрона предупреждала об арестах тех, кто ее приютил. Она знала, что вскоре из НКВД придут и за ней. Матрона Дмитриевна Никонова назвала день и час своей смерти. Перед смертью просила приходить к ней на могилу и разговаривать с ней, как с живой. Матрона Никонова была канонизирована в 2000 году. Сегодня Матрона Московская, если можно так сказать, одна из самых популярных святых. В молитвах ее просят о простых, очень земных вещах, о здоровье, новой квартире или хорошей работе. Матушка, Матреночка, помоги, Робе Божьей Анне, ну там, что мои вот внучаты, хоть они получат учили бы, не было их беды. Прикраде им все, всю путь, нет, самые плохие дела. Помоги им, Господи, пути хорошие, молить и все. Что мне на ум придет, так вот умолюсь, так вот. Это такая народная святая. Она не занимала никаких высоких иерархических степеней, но тем не менее она вот носила себе это святое, здоровное ей от Бога. И вот, наверное, вот такая вот близость ее к такому вот простонародному, что ли, сознанию, она является в том числе одной из причин ее такой популярности в нашем народе. Мощи Святой Матроны находятся в Покровском женском монастыре в Москве. Каждый день поклониться ее мощам приходят сотни паломников. Во всех религиях мира мощи святых предмет особого поклонения. Считается, что после смерти человека, признанного святым, его тело само становится святыней. Прикасаясь к мощам, паломники верят, что так к ним перейдет таинственная сила святого. Московский антрополог Галина Ершова выдвинула парадоксальную, почти невероятную версию. Возможно, некоторые из нетленных мощей святых это тела, в которых до сих пор идет скрытая жизнь. Вот эта вот традиция, она, конечно, восходит к тому, что старцы соблюдали те же самые пищевые режимы. То есть, исключение определенных продуктов питания, определенные практики, то же самое, и организм, как бы входил в это состояние недостаточности еды, недостаточности воздуха, движения, и он легко входил в это состояние замирания. Поэтому, действительно, с физиологической точки зрения это, в общем, выглядит, конечно, не столь романтично, как с религиозной точки зрения. апрель 2007 года. От метро Тульской до Свято-Данилова монастыря огромная очередь. Чтобы увидеть мощи привезенного из Греции святого Спиридона Тремифунского, люди стоят больше суток. Святой Спиридон, самый известный православный святой, тело которого до сих пор нетленно. Я надеюсь попросить у Спиридона здоровья своей матери, которая уже 80-летняя, чтобы он ей помог безболезненно дожить то, что ее готово, и попросить помощи для сына молодого человека, который сбился сейчас в семье, но надеюсь, что моя просьба дойдет у Спиридона и поможет ему стать маленьким и найти себя в этой жизни. Я слышала, что он помогает в жилищных условиях здоровья, у кого плохое, он помогает мне очень хорошо. В финансовых делах тоже. Но больше я слышала, что в жилищных условиях его лечат, как здоровье. А ты пришел, оставил что-то конфеты не пройти? Ну, меня просто неравнят. Монах Спиридон он жил в третьем веке нашей эры. Спустя 18 столетий люди верят. Святой сотворит чудо, сделает жизнь успешной и богатой, поможет близким. Люди просят у святого и разговаривают с ним, как с живым. Они не догадываются, что монахи, охраняющие тело, считают святого Спиридона действительно живым. С их точки зрения этому есть немало доказательств. То, что температура тела его сохраняется, такая, как человеческого тела живого, это действительно факт. Мы знаем, что мощи его иногда изменяют положение, мощи его нетленные. И то, что через некоторое время, когда переоблачают мощи этого святого, ему меняют тапочки, потому что они окажутся истоптаны. Это показатель того, что святые они не мертвы, они живые, представят пред Богом, и на земле здесь помогают людям. Почти во всех религиях считалось, чем строже монашеские запреты, тем ближе послушник к Богу. У монахов существовала целая система упражнений, приводящих тело в подчинение духу. Монахи-затворники замуровывали себя в каменных нишах, оставляя лишь маленькое оконце для стакана воды. Температура в такой келье не поднималась выше плюс пяти градусов. Изучив образ жизни монахов-затворников, московские ученые выдвинули гипотезу. Молитва помогала затворнику войти в особое состояние сознания. Он не умирал, а постепенно погружался в состояние анабиоза. Жизненные функции организма замедлялись, но не останавливались навсегда. В святости, ну, по крайней мере, так верит православная церковь, преображаются некие естественные энергии, которые наличествуют у человека. Отсюда и нетление мощей святых, которые являются одним из признаков святости. Такие нетленные тела есть во всех религиях мира. В пещерах Киево-Печерской Лавры находятся 120 нетленных тел православных монахов. Католический мир чтит свою нетленную святую розу из Витербо, канонизированную в 15 веке. Но, пожалуй, один из самых известных нетленных святых буддист Хамба-Лама-Даша Доржой Тегилов. С 1911 по 1917 год Хамба-Лама Тегилов был главой буддийской церкви России. Перед своей смертью Тегилов попросил учеников по прошествии лет вскрыть саркофаг с телом. Его просьбу выполнили. Вскрытие произошло в 2002 году, через 75 лет после смерти Ламы. Лама сидел в позе лотосов, который скончался. Я, конечно же, смотрела его буквально поедая глазами, то есть пыталась понять, соответствует ли это описанием или нет. И действительно впечатление было такое, что этот человек уж никак не умер 75 лет назад. что это сидящий какой-то человек, но если и умер, то только буквально недавно. Потому что впечатление он производил, конечно, не разложившегося тела, а вполне сохранного. И, в общем, в темноте, скажем, можно было бы принять совсем за отдыхающего, сидящего, какого-то пожилого человека. человека. Было не похоже на то, что тело ламы это тело мертвого человека. Признаки жизни были налицо. Цвет был, в общем-то, ровный, кожные покровы мягкие, то есть надавливаешь, скажем, живот где-то, и он мягкий, прогибается и восстанавливается. Суставы сгибались, и в момент, когда он был извлечен, собственно, из своего саркофага, то вот эта гибкость была еще гораздо более отчетлива. У него на ноге, вот в первые моменты, когда он был извлечен, и на пальце была содрана кожа и видна красная кровь. То есть то, что, конечно же, никак не ассоциируется с мертвым телом. Поэтому, да, впечатление он производил, конечно, невероятное, и, конечно, человек понимает сразу, что он находится перед чем-то совершенно необычным. Для экспертизы были взяты волосы и кусочки кожи ламы. Исследования показали, они соответствуют органике живого человека. Тело ламы не разложилось, каким-то образом сохранялось столько лет. При жизни Даша Доржой Тигилов был известен как философ и врач. В годы Первой мировой войны он организовывал госпитали и получил немало правительственных наград. Вокруг его имени уже при жизни ходили легенды. Его считали живым воплощением Будды. В своей духовной практике Хамба Лама сумел достичь вершины буддизма, тантрических медитаций. Именно в таком состоянии йог может полностью контролировать свое тело, останавливать сердце, замедлять дыхание. Такое тело кажется умершим. В состоянии анабиоза йоги могут находиться часами и сутками. Медитация само по себе это, конечно, отказаться от своего я. Отказавшись от своего я, человек отказывается от всяких желаний, от всех желаний. И остается вот то состояние, когда у человека не движет никакое желание, оправдание своего существования. Оно как бы своего рода растворяется в этом мире, растворяется в невесомости и в пустоте. Проводя исследование тела хамбы Ламы и Тегилова, ученые столкнулись с немалым количеством загадок. Химический состав показал нам превышение в его тканях в огромном количестве брома и стронца и бария. Вот, мы тоже стали думать на эти темы, чтобы это могло быть с бромом как бы оказалось легче, потому что бром на самом деле это бром это то вещество, которое позволяет войти в эту глубокую медитацию, то есть отключает центральную нервную систему. И, собственно говоря, вот эти приемы брома, они позволили ему вот так вот уйти вот в это вот состояние, что его ничего не трогало извне. Ученые сделали вывод, чтобы войти в глубокую медитацию, Лама принял снотворное бром. Затем он попросил своих учеников начать заупокойную молитву по себе. Они отказались. Тогда и Тигилов сам начал читать по себе молитву, как по умершему. Через некоторое время он перестал двигаться и, как казалось, дышать. Молебен, служба, не могла начаться в течение полдня или более, потому что ни один из лам, из его учеников, не сумел набраться мужества начать службу самому. И тогда, как говорят легенды, что службу за свою упокойную службу он начал сам. Только после этого его ученики подхватили и провели эту обрядовую службу и вынесли его, вложили его в сарковак и понесли его на кладбище, которое называется «Синее сердце». По версии ученых, все эти 75 лет Лама находился в состоянии глубокой медитации. В состоянии, когда жизнедеятельность организма останавливается, но сам человек не умирает. Это древняя практика йогов, но лишь Хамба Лама смог продлить медитацию на такой долгий срок. Он как врач, как человек верующий, убежденный буддист, как знаток и медицины, и вот этой тибетской медицины, он поставил действительно на себе эксперимент, как мы бы назвали сейчас. 1927 год, последний год жизни Хамбы Ламы, был непростой для буддистов России. Лама видел, как закрывались монастыри, рушился привычный уклад жизни. Возможно, Лама и Тигилов решил пережить смутное время, а потом, через 75 лет, вернуться к людям. он оставляет свое тело и возвращается нам через 75 лет. И что он этим хотел сказать? Я думаю, что первое, это само по себе демонстрация той практики, буддистской практики, человек, который сумел доказать человечеству, что законы физики, законы относительности и многие природные явления свои сучи имеют в определенной степени что их можно изменить. Жив ли он сегодня? Ученые считают, что нет. Лама умер после того, как его извлекли из саркофага. В момент смерти на его теле выступили капельки влаги. Под землей, где он находился, там постоянный температурный режим должен быть около 6-8 градусов, на полутора метрах глубины. И этот постоянный режим позволил ему не менять своего состояния, не перегружать его на энергозатраты и выдержать вот эти 75 лет. Когда его вынули, ему, к сожалению, не обеспечили постоянный температурный режим, но посадили в куб. Но на самом деле, вот то, что он запотел, это действительно так. Это было признаком наступления смерти. Но и сегодня многие буддисты верят, лама по-прежнему жив. любая церковь проверяет каждый случай, претендующий на чудо. В разных религиях существует своя процедура. В католицизме для причисления к святым каждая кандидатура проходит специальную комиссию. В Ватикане есть должность, которая называется адвокат дьявола. Он обязан собрать всю негативную информацию о человеке, подвергнуть святость сомнению. В православии создана комиссия по катехизации, специально для защиты от религиозных шарлатанов. Это необходимая мера. Сегодня есть немало людей, объявивших себя святыми уже при жизни. Это неплохой пиар-ход, как правило, для излечения выгоды. Сатья Баба индийский мистификатор и фокусник. Общаясь с ним, люди верят, что перед ними живой святой. Проведенные исследования показали, совершенные им чудеса не больше, чем обычные фокусы. Сатья Баба в совершенстве владеет техникой иллюзиониста. Джорджа Банджавани считает себя стигматиком. Он утверждает, на его теле появляются точно такие раны, какие были у Иисуса Христа во время распятия. Джорджа Банджавани создал секту и сделал из своего имени бизнес. Он был отвергнут католической церквью как мистификатор. 18-летний грузинский юноша Тернике Джгерная называет себя Божьим посланником. По утверждению Тернике, несколько лет назад его тело покрылось стигматами, ранами Христа. Первый случай семь стигмата, все стигматы у меня, которые ранен белье Христа, все ранен у меня, даже на руках, когда его избили, бывает только на спине, а у меня даже отсюда начинается на спине у меня, на руках, на ногах, на боку и на лбу. Семь стигматов, все стигматы означают. Каждый день теряю или литра, или пол-литра крови. Пивайте две литры крови и теряю. Терники считает, через него Бог говорит людям. И он должен донести это послание. Но юноша отказывается от научных экспертиз и необходимых церковных процедур. Никто не видел, как открываются на его теле стигматы. Возможно, рассказ о ранах просто способ привлечь к себе внимание. Но Терники утверждает, когда открываются стигматы, он видит Голгофу. Описывает это так, как будто сам был там. А когда начинается распятие, всегда лик Просвятой Богородицы. От него уже видно, что Христос очень помогло Просвятой Деву. Он всегда думал о матери. По мнению католической церкви, стигматы это знак Бога. Через раны, подобные ранам Христа, Бог показывает людям, что он есть. Монах Франциск Асиски, итальянский священник отец Пио. Эти люди официально признаны стигматиками. Католическая церковь канонизировала их как святых. В современном мире насчитывается около 35 человек с подобными ранами. Почти всех их католическая церковь считает лже-стигматиками. по крайней мере, те, кто делает это для сенсации, есть велика вероятность того, что это лже-стигматики. Настоящие стигматики, еще раз говорю, они не рекламируют этих явлений и не рекламируют своего мистического опыта. О большинстве стигматиков, вообще говоря, церковь узнавала уже после даже их смерти. Кроме того, есть примеры и лже-стигматов, то есть это просто обычный обман, и не исключены подобные лже-знаки и от злого духа. Определить, где правда, а где ложь, иногда бывает очень сложно. По мнению психологов, стремление объявить себя мессией, Божьим посланником, это черта личности определенного склада. Это так называемые акцентуированные личности, но это на грани между нормой и патологией, к которому очень большие контингенты относятся. Они и не больные психические, но в то же время их стопроцентно здоровыми не назовешь. Или же невротизированные личности, это обозначается термином демонстративные, склонные привлекать к себе внимание, получающие даже удовольствия от того, что ими интересуются. Это загубленные артистические таланты. Так что это определенный процент людей, и это свойственно человечеству во все века, так было, есть и будет. Современная психиатрия считает, внезапно открывающиеся стигматы не божьи знамения, а проявления психической патологии. Ну, я вас спрошу, когда, ну, допустим, вы какую-то бестактность слышите, почему вы краснеете? Вот смысл физиологический, можете мне объяснить? Но тоже кожа реагирует, капилляры, сосуды реагируют на ваши психологические переживания. Но очень часто тоже на нервной почве из-за эмоциональных встрясок кожные заболевания возникают, экземы всевозможные и заболевания, которые близки к этой экземе в виде даже ран, язв, такое может быть. Несмотря на эту версию ученых, большинство священников уверены в обратном. Эти раны, они не могут быть объяснены с точки зрения современной медицины. Действительно, раны кровоточат, раны не заживают, их нельзя вылечить. После смерти стигматика эти раны зарубцовываются. Во все времена люди стремились понять, для чего живет человек, зачем он рождается и почему умирает. Те, кого мы считаем святыми, знали часть ответов на эти вопросы. Они давали и дают людям душевный покой, уверенность, надежду. Именно поэтому сегодня, как и века назад, люди нуждаются в святых. Современники считают святой живущую сейчас десятилетнюю непальскую девочку Санджани. А в пятнадцатилетнем раме Бахадури Банджани видят новое воплощение Будды. Каждый год в разных странах религиях к лику святых причисляются все новые имена. Санкт-Петербург